сегодня мы отправляемся в шанхай приехали на вокзал масштабно мы сейчас очень высоко на уровне не знаю наверное где-то 8 этажа очень большой вокзал серьезная здесь охрана на входе рентген паспорта все проверяется цивилизовано чисто красиво вот можно купить всякие безделушки такую хавку поесть людей дофига до встречи в шанхае подъезжает наш поезд мы продолжаем жилья мы едем сейчас в поезде скоростном скорость 280 в час говорят что он разгоняется еще сильнее там 300 с чем-то в принципе такой скорости тоже хватает тихо комфортно быстро а где-то через полчаса мы должны быть уже в шанхае едем мы минут 15 поэтому вся дорога занимает примерно 45 минут до часа смотря как мы будем учатся вот так друзья вылазка в шанхай очень много мы прошли проголодались после вчерашнего немножко бубу голова поэтому я взял пивасика чанского мы здесь называем пиджо вот самое интересное то вот первый раз в жизни я ем лягушку туда средняя по моему между курица и рыбам и рыбой на крокодила даже чем-то похожим поменьше не постреба в тумане и мы продолжаем друзья мы находимся в шанхае на набережной здесь много людей здесь красиво большая река плавают всякие лодочки кораблики вас вам не нравятся небоскребы особенно вот эта штука кстати вы что-то подобное можете увидеть в интернет магазинах и просто на прилавках каких-нибудь секс-шопов особенно красиво смотрится небоскреб который уходит в облака но блин печально реально не видно открывашки из-за пасмурной погоды сегодня был дождь я думаю мы здесь будем еще завтра я надеюсь и открывашку заснимем мне нравится тут классно много людей дружелюбная атмосфера воздух здорово здорово красиво до сих пор пекут губы после очень острой лягушки с баночкой пивчанского пиджо всем салют коротенькую съемочку о красотах набережной шанхая зовые же другие выходит в интернет все эти баночки Mason цветка awatянщика он и и мы продолжаем наши приключения очень много мы уже увидели интересного красивого забавного чем много эмоций впечатлений получили я просто в шоке я приятно удивлен мне очень нравится очень круто здесь мы зашли перекусить оказалось это полноценный ужин кстати это все весьма дешево потому что нам помимо того что на столе стоит нам еще приносили каждому по мисочке пласты паста была с резкими с сахаром специями естественно чили перцем это сычуанская кухня сычуанская она очень острая очень острое все это все у нас вышло на 130 юаней это примерно наверно 1000 рублей очень много всего свиные уши свиные уши естественно с чили перчиком маринованные не вареные не жареные вкусно рыба как видите перца здесь очень много рыба и меня очень привлекло от это привлекло мое внимание я сейчас попробую и скажу вам свои впечатления потому что это запеченная свиная кровь два вида супа один овощной с яйцом этот я еще не понял с чем какие-то тут штуки на нашли продуктами связано кстати такой желтый нейтральный цвет но на вкус она просто нереально острая запеченные овощи или даже не запеченные овощи на пару приготовленные или просто отварные причем варятся такие овощи которые мы всегда едим сырыми что очень необычно и овощной салат пиво и куа-колу стоимость счета не вошли на самом деле особо неважно мы еще даже не знаем сколько оно стоит и так запеченная кровь это нечто среднее по степени удивления между стодневными яйцами свиными мозгами и утиными языками интересное блюдо я пожалуй его большие не буду сегодня я снимаю наши приключения на этом не закончились центр шанхая полночь и мы ни хера не можем поселить короче в дешевые отели иностранцам нельзя я не знаю может они боятся что мы украдем их не какие-то технологии там нанотехнологии сантехнику повыносим или еще что нибудь иностранцам можно заселяться только в пятизвездочных отелях у нас на них нет денег вернее сказать мы точно не хотим на них тратить столько денег сейчас мы пришли вот сюда это Миндж Гранде Хотел огромезный здоровезный нашли его просто по GPS и пришли пешком сейчас мы спросим можно ли тут поселиться скорее всего да но это будет дорого и наверное мы пойдем искать дальше хотели пойти в сауну но это спа там сауна с маленьким бассейником со всякой фитней там можно остаться тоже на ночь попариться помыть шары вот и подремать но как оказалось тоже иностранцам нельзя только тем у кого есть китайский паспорт ребята дайте кто-нибудь китайский паспорт буквально на одну ночь еще полчаса мы будем в отчаянии мы не падаем духом если мы ничего не найдем у нас есть идея пойти в ночной клуб потому что здесь за вход платить не надо можно просто взять бутылку пива и цедите на естественно не будем здесь мы будем 10 что по стоимости будет приравнена примерно к нормальному наверное номеру но будет веселее надо утром будет трудно у меня была еще идея просто найти отмудохать какого-нибудь китайца чтобы нас в участок забрали мы там переночевали есть 36 депортирует поэтому эта идея отпала будем думать дальше наконец-то наконец-то наши приключения возможно подходят концу на сегодняшний день мы нашли гостиницу очень долго мы искали в интернете очень много всех обзвонили то не хотят то нету номеров то еще что-нибудь но нашли кстати и без это сеть достаточно крупная 10 кому до 10 10 отелей в шанхае есть цена в принципе недорогая мы сейчас узнаем точно сколько он там было что-то порядка 100 чем-то или 200 юаней за номер не знаю правда одноместный или нет на это не особо важно короче а вот мы пришли мы удивились потому что это реально это фешенебельный такой не знаю пять плюс звезд наверно отель это просто реально вы должны это увидеть я вам говорю это такой ход в отель я вижу первый раз в жизни уютно обставлено стиль я не знаю это пост пост модерн апокалипсис было бы колоритнее если бы на ресепшене стоял безумный макс а чемоданы нам нес я не знаю что в какой атмосфере будет умеренно смотреться но возможно что в лифт нас посадить вымыть джокер я думаю из этого построит еще одну гостиницу короче прикольно музыку совершивающие сейчас еще отельчик глянем же комнаты да так выглядит пиздец это на всю жизнь такие воспоминания не забывают такие моменты друзья уходим на метро прокатиться решили немножечко заснять потому что достаточно интересно здесь все сделано нету открытого хода на платформу есть такие двери открываются только тогда когда подъезжает через безопасно кстати очень умно очень здесь чисто интересная система ты платишь за количество станций которая тебе нужно проехать сейчас мы допустим втроем едет за 12 юаней будет подъезжает а то есть 4 юаня и мы проедем достаточно много на районе восьми где-то километров может быть даже десяти если посуше заходит и в путь едем кстати в сайбер магазин рынок огромной электроники в итоге после прошедшей поездки в шанхай мы уже приехали в усин в принципе поездка удалась были свои плюсы свои пинусы были утром на заселение на в итоге мы просилились достаточно дорого и ожидал конечно немножко более демократичной цены но не получилось в принципе вообще нужно искать плюсы они есть везде я вот например купил себе зонтик это шикарный зонтик я не помню это по-моему ли Пабло Котелли или ВАЗ Катагамо или какая-то такая херня которую я могу еще придумать в течении каких-то секунд короче зонтик стоит 10 юаней можно было за него поторговаться но я не стал в итоге решил вывалить за него аж 85 рублей рублей 85 рублей за зонтик это грабеж просто капец были куплены разные интересные шляшки наушники беспроводные если на велосипеде слушать или вечером смотреть фильм я тоже с ним покажу был куплен xiaomi mi band 2 это фит браслет мы его одного мужика мы очень сильно мучили пока он нам не сделал хорошую скидку в итоге дал еще подарок еще один чехол на него осмотрелись, попробовались много всего разного короче говоря очень круто, очень много впечатлений если у вас будет возможность обязательно носить чао какао гу чао а -а Продолжение следует...